Господи, я так волнуюсь. Ой, сегодня замуж выхожу. Так переживаю. Мне ж только 18 лет исполнилось, как я на пенсию вышла. Вот думаю, не поторопилась ли я в нуждательстве. Ой, мне говорят, ты дура. Ну, немножко есть. Нет, ну, я спрашиваю, как ты будешь рожать? Девчонки, я вам так скажу. Рожать нужно после 60. Ничто так не скрашивает пенсию, как материнский капитал. Так, проверим еще раз. Фату надела, свадебную подвязку надела. Что-то я забыла надеть. А, зубы. Ну, ничего. Я так особо улыбаться не буду. Я почему так долго не выходила замуж? Ну, между нами. Искала себе мужика хорошего. Я очень переборчиво. Я всех мужиков в нашем городе перебрала. Нет, 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 нет. У нас город небольшой. Миллионник. Нет, ну не могла выбрать. Пришлось по второму кругу гнать. А мужики, они же как поговорки. Встречают по одежке, провожают без. Нет, я долго себя мужика искала. Ой, помню, ко мне этот певец клеился. Ну, известно очень. Помните Шаляпин? Вы знаете, да? Не, не Прохор, нет. Еще Федор. Ой, женская доля такая. Каждый раз думаешь, это он. А потом видишь, что почтальон. Облом. Один мне говорит, дождешься меня из армии и женюсь. Ну, я дура, жду год, два, три. Я ж не знала, что он по контракту офицером 25 лет служит. Один такой крутой. Говорит, я в Газпроме работаю. Я там всем заправляю. Оказалось, на заправке Газпрома бензин заправляют. Шланг сует. Больше нечего. Ой, а Толечка был, Толик. Такой романтик, господи. Все время говорил, моя роза, роза. Мне. Дошло дело до обнимашек. Он говорит, а чего у тебя такой бюст маленький? Я говорю, ты же сам говорил, что я роза. Это шипы. Ой, как-то познакомились с иностранцем. Из Эстонии. Понравился. Такой неторопливый, степенный. Мне 40 лет тогда было. Слышь. Ля-ля, фа-фа. Пошли в спальню. Короче, он пока раздевался, мне уже полтинник стукнул. Господи, а Саня. Саня был такой эстет. Он говорит мне, у вас такая улыбка голливудская. А я говорю, как у Анжелина Джули. Он говорит, нет, как у Кинг-Конга. Хамло. Нет, ну, хорошего мужика. Днем с огнем не сыскать. Один раз летчик подкатывал. Говорит, хотелось бы загнать свой самолет в ваш ангар. Я его оглядела, говорю, слышь, у тебя такой мелкий самолетик, что открывать ворота ангара нету смысла. Так что втяни шасси и лети отсюда. А он говорит, не важно, что мелкий, зато истребитель. Я говорю, истребитель с говорящим названием. Миг. А то художник на меня запал. Ой, вы, говорит, такая необыкновенная, но я-то знаю, какая. Я, говорит, вас хочу видеть в гипсе. Я, говорит, что ты, хочешь руку мне сломать, негодяй? Он говорит, что вы, я с вас статую лепить буду. Слышь? Богиня охоты Диана на коне. Правда, я Диану уже слепил, с вас буду коня лепить. Я его послал, я же знаю буквы все. Ой. Хотя, знаешь, вот творческие мужики, они все привабахнутые. Один был театрал. Ну, каждый вечер из дома уходил, то, говорит, на Жизеле был, то на Анне Карениной. Оказалось, все время был на Анне Сергеевне из 35-й квартиры. Я еще насторожилась, когда он побрился, надеколонился и говорит, сегодня в театре дают три сестры. А потом узнала я, что не в театре совсем, а в соседнем подъезде. И никакие у меня не сестры. Смотри, какой обман. А врач был. Ой. Господи, народный целитель. Собирал лечебные травы. Всегда такой веселый, позитивный. Ля-ля, фа-фа. Ну, а посадили. Не те травы собирал. А тут еще маски вели. Пошли со своим в магазин. Обратно идем, он упирается. Его как подменили. Домой не хочет. Я пинками его домой привела, маску сняла. Вообще не он. Продавец оказался. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, забыла рассказать. Встречалась с нашим футболистом из сборной. Ой, Господи, вспомнить страшно. Расстались. Знаете почему? По кочану. Потому что за все время он ни разу не попал. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вообще за верность. За постоянство. Просто хочется найти одного единственного. Помню, целый год встречалась с одним. Год. С мужским хором. АПЛОДИСМЕНТЫ Сам готовит. Стирает, убирает. АПЛОДИСМЕНТЫ Оказалось, баба. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вам по секрету скажу. Я почему замуж выхожу? По залету. АПЛОДИСМЕНТЫ Сосед сверху курил. Неудачно, видно, перегнулся. И ко мне на балкон залетел. Так он пока не очнулся. Мы его быстренько с подружкой в ЗАГС тащили. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что пожелайте мне большого семейного счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ